Уважаемые представители прессы, уважаемые сограждане, в четверг в 22.46 парламентское большинство от ПАС приняло в первом чтении проект закона о возврате пенсионного ценза в 63 года для мужчин и для женщин. Законопроект, естественно, не мог не вызвать недовольства граждан, и оно вылилось в многочисленные обсуждения на улицах, в домах и в социальных сетях. И уже в субботу и воскресенье два кудрявых юнца-опасовца, которым до пенсии, как до Австралии, вовсю бросились обвинять обсуждающих законопроект фальсификации и манипуляции. Преподнося, как вишенку на торте, положение законопроекта оправит до срочного выхода на пенсию граждан, накопивших большой страховой стаж. И, казалось бы, всё супер. Хорошие так называемые люди пришли с новой хорошей идеей. А на самом деле это очередной мыльный пузырь, который лопается при малейшем прикосновении. Давайте рассмотрим на примерах. Вначале для кого закон может сработать уже сегодня. 39 лет страхового стажа теоретически могли накопить мужчины, начавшие работу в начале 80-х годов прошлого века. 35,6 лет страхового стажа, так предлагается ввести с 1 июля 2022 года, могли накопить женщины, начавшие работу в середине 80-х годов. И проработавшие непрерывно все эти годы до нынешнего, 2021. Только была ли у них возможность отработать эти годы? Это люди моего поколения, и в отличие от автора законопроекта, я знаю, что уже в середине 90-х годов, благодаря программе приватизации промышленных предприятий, большая часть из них была закрыта, а персонал вышвырнут на улицы. Программа приватизации земли в конце 90-х оставила без стабильного заработка, а значит и без страховых отчислений крестьян. Молдаване ушли работать в кооперативы, где как только людей не обманывали, на рынке, где страховые отчисления долгий период времени не производились, и стали уезжать за границу, где многие годы работали нелегально. В страховой стаж этих граждан эти периоды времени не вошли. Практика показала, что многим из таких граждан сложно было подтвердить и сложно будет подтвердить хотя бы 15 лет минимального страхового стажа, в связи с чем и пенсии у таких граждан далеки от минимальной. Даже учителям и медицинским работникам, многие из которых работали без перерывов, этот закон не поможет. Они ведь учились, а период обучения в высшем и среднем специальном учебном заведении страховые отчисления не засчитываются. Таким образом, сегодня закон сработает практически для единиц. А как для будущих поколений? Напомним, периоды службы в армии, обучения, нахождение в декретном отпуске, отпуске по уходу за ребенком, престарелым пожилым родственникам, периоды нахождения на больничном и периоды безработицы не включаются в периоды страховых отчислений. Итак, если женщина в 18 лет окончит лицей, в 23 года высшее учебное заведение и минимум 3 года будет находиться в отпуске по уходу за двумя детьми, хотя закон позволяет находиться до 6 лет в отпуске по уходу за двумя детьми, плюс еще какое-то время она будет находиться на больничном, дети имеют свойство болеть, то 37 лет страховых отчислений она накопит после 63 лет. Примерно годам это к 65. Да и то в случае непрерывного трудового стажа. Но разве, скажите, пожалуйста, уважаемые пасовцы, растить детей это не труд ежедневный, ежечасный, требующий от женщины больших моральных и физических усилий, и разве женщины не растят будущих налогоплательщиков, которые спустя время будут платить пенсии пенсионерам тех будущих лет? Мужчина, в том же возрасте окончивший лицей, один год прослуживший в армии и пять лет отучившийся в высшем учебном заведении, 39 лет страхового стажа накопит также в 63 года, при условии, что не будет болеть, находиться в отпуске по уходу за ребенком и опять же в случае непрерывного трудового стажа. А больше, чем требуемый страховой стаж, он накопит, если пойдет работать сразу после школы. Но разве Молдове больше не нужны образованные люди? Что ж, вишенка в торте, как видите, наших сограждан осчастливит в кавычках. Параллельно с этим пасовцы отменяют принятый в прошлом году закон о возврате пенсионного ценза в 60 лет для мужчин и 57 лет для женщин. При том, что 20% мужчин в Молдове до пенсии не доживают, а 10% мужчин уходят из жизни в течение первого года после выхода на заслуженный отдых. В то же время ожидаемая продолжительность жизни мужчин, которая в период правления коммунистов с 2001 по 2009 год увеличилась на 1 год и 9 месяцев, достигнув 67 лет и 9 месяцев, за 12 лет проевропейских правлений снова снизилась до 65 лет. Здесь нужно еще отличать ожидаемую продолжительность жизни от здоровой жизни, которая у нас в Молдове тоже абсолютно разные понятия. Правда, для этой категории граждан некоторые вышеперечисленные периоды, в которые не производились страховые отчисления, будут включены. Но это не заслуга пасовцев. Так было в законе до того, как они попытались его на прошлой неделе изменить. Кроме того, вводится новая формула индексации пенсий один раз в год, но также в четверг был принят в первом чтении закон о государственном бюджете, закон о бюджете социального страхования, которые говорят о том, что пенсия с 1 апреля 2022 года будет проиндексирована и повышена всего лишь на 7,75%, в то время как Национальный банк говорит о прогнозируемой цифре инфляции в 15%. Да, Молдова быстрее других европейских стран стареет. Да, количество работающих на одного пенсионера постоянно снижается. Да, пенсионная система сегодня в дисбалансе. Так вы взяли на себя ответственность. Ищите способы менять ситуацию. Берите кредиты не на кофе-брейки и командировки, а на внедрение мер по улучшению демографической ситуации, на открытие новых рабочих мест, повышайте доходы, чтобы люди не бежали из страны, стимулируйте бизнес, но не режьте вы по-живому. В Румынии, к примеру, новый министр социального обеспечения категорически против повышения пенсионного ценза. Я не хочу, чтобы человека выносили ногами вперед с рабочего места или из кабинета. Сначала нужно говорить о повышении качества жизни, а потом о повышении пенсионного ценза. Данный законопроект нацелен против граждан Республики Молдова, так как по нему более 10 тысяч граждан пенсионного возраста смогут выходить на пенсию не в 57 и 60 лет, а в 60 и в 63. То есть власть пытается отнестись к гражданам Республики Молдова по-хамски. Нам желтая власть приводит в пример европейские государства. Но Европа намного лучше живет нас, и люди там на пенсию могут прожить. У нас люди на пенсию, к сожалению, просто существуют. ПАС поступает как шулер, не имея уважения, не совести к людям старшего возраста. Но люди – это не цифры. Люди – это наши граждане, которые всю жизнь работали на благо страны и в результате получили такой вот результат желтой власти, которая относится к ним негативно. И несколько слов о процедуре голосования. Удивительно, но имея абсолютно комфортное большинство в парламенте, пасовцы демонстрируют банальный страх. Как по-другому можно расценивать то, что повестка дня заседания парламента появляется в среду примерно в 17 часов вечера? В повестке дня называется продолжительность заседания парламента две недели. Для того, чтобы люди не знали, какой именно законопроект будет принят в четверг. Как назвать чем-то другим, кроме трусости, то, что пасовцы включают в законопроект о повышении пенсионного ценза, такой важный для граждан нашей страны законопроект, 22 часа 40 минут ночи. И голосуют его, как воры. И в заключение процитируем слова так называемого президента Республики Молдовы, лидера «желтых» Майи Санду. Ла часта ора тарзия, ин парламент, огрупари де хоц ши профитори импарти бании статулы, бании уаменилор, кари монческ ши плетеск импозите. Рушини, чей май мать хоц ау ажунс шесть пе бании уаменилор чинстиц. Чей кари сау донатся в отезе, ну сунт уамин дистат, сунт импостори, адоптая честь и лечь ламьезу ноутси, пентру кассетем дифурия уаменилор. Ей требуя педепсиц, ну вэскэпа ничуну. Очень на это надеемся и приложим все усилия для того, чтобы действительно от ответственности не ушел ни один тот, который зарабатывает себе авторитет на человеческом горе и на человеческих слезах. Спасибо за внимание. Спасибо.